Сюда, то есть вы хотите сходить сюда, да? Так, шо? Давайте я пойду сюда. Ну, к сожалению, все. К сожалению, все. Спасибо. Ребята, на самом деле она действительно выиграла. Мне кажется, что она поняла, как выигрывать. Хотя, с другой стороны, не знаю. Вот, интересно, вы поняли, какая выигрышная стратегия, а главное, если я поставлю короля в другое место, как надо играть. Да, пожалуйста, уходите. Да. Да. Если вы ставите сюда, мы ставим здесь. Да. Если вы ставите сюда, мы здесь ставим, мы выиграли. Если вы ставите сюда, то мы здесь ставим. Отлично. Отлично. Вы абсолютно правы. А вот, теперь вопрос. А если король в начале будет, ну, например, в этом месте, я случайно поставил точку, тогда как будете играть? Загоняем его в углу. Куда идти? Здесь есть, на самом деле, очевидно, выигрывающий ход, но... Понимаете, нет? Да. Да? На верх, леточка. Вверх? Как раз вы проиграете. На верх. Если пойти, смотрите, мне сейчас известно предложение, пойти вверх, тогда противник нам ответит сюда, мы вынуждены будем пойти сюда или сюда и проиграть. Вот. Сюда нужно идти. Да. Сюда надо идти, и тогда противник будет вынужден пойти в одно из этих мест. Отлично. Как сказать в общем виде? Куда надо идти? В. 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 Границе. Да. Надо гнать противника границы. Но почему вы гнали в эту сторону, а не в эту? Чтобы у кого-то была нечетная политика. Молодец, все. Пришел. Надо идти в ту сторону, куда ведет нечетное число отъездов. Господа, посмотрите, пожалуйста, сколько здесь всего клеточек. Клеточек здесь всего семь. Не бывает, чтобы число семь было суммой двух четных чисел. Поэтому одно из этих чисел обязательно нечетное. Вот именно в нечетную сторону и нужно гнать. Давайте я нарисую какую-нибудь такую условную картину. Вот представьте себе, что здесь у нас клетки в количестве, ну, например, раз на 5 человек, да? И здесь в начале стоит коровь. Ну, тут еще есть задача тоже, клетки, 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 Тогда мы берем и идем вниз. Наш противник идет куда-нибудь, ну, например, сюда, а мы опять идем строго вниз. Наш противник идет опять куда-нибудь, а мы опять идем вниз. А если противник пойдет вверх, а если противник пойдет вверх, понимаете, в чем дело? Если пойдет вот так, то мы сразу возвращаемся и выигрываем. А если он с самого начала идет? Нет, первый переход делаем мы. Выигрывает начинающий. Я не уверен, что это единственная выигрышная стратегия, но вот при моей выигрышной стратегии он делает так. Идет в ту сторону, куда осталось нечетное число клеток. Поскольку 7 число нечетное, то либо вправо, либо влево нечетное число. Ну, кстати, можно точно так же было использовать не право-лево, а верхний низ, да? Либо до верхней границы нечетное число клеток, либо до нижней. Вот надо идти туда, куда осталось нечетное число клеток. И на любой ход противника отвечать либо победой, если можно, либо строго в том направлении, в котором с самого начала вошли.